всем привет меня зовут константин степанов я чемпион европы по пулу давненько не виделись и вот я снова с вами сегодня откроем несколько секретов разбоя пирамиды используя их вы получите намного более эффективный разбой и шары начнут падать в лузы итак три основных правила разбоя первое и самое важное как ни странно это расстановка шаров чем лучше будут стоять шары чем меньше будет зазоров между шарами тем лучше будет разлетаться пирамида второе правило вы должны постараться максимально точно нанести удар именно в верхний шар то есть битком попасть прицельному верхнего шару ровно в лоб и третье вы должны постараться нанести максимально сильный удар при этом сохранить точность на битке самая большая ошибка игрока который ставит пирамиду является то что он может не отслеживать зазоры которые появляются особенно вот в этой верхней части пирамиды сейчас я вам покажу как они формируются предположим мы ставим пирамиду вот на это место и прижимаем шары друг другу но когда мы отодвигаем первый шар может откатиться также не 1 например 2 от 3 может откатиться здесь может быть масса зазоров и так запомните самое главное это чтобы 1 соприкасался идеально со второй линии и желательно 2 линия соприкасалась с 3 линии это уже даст вам в большой с большой долей вероятности хороший разбой мы получим максимально эффективный разбой в том случае если шары соприкасаются друг с другом идеально тогда пирамида как бы взорвется изнутри шары разлетятся равномерно по столу но если мы имеем расстояние между шарами например как здесь желтый и зеленый полосатый желтым нужно будет сдвинуться с места и именно в этот момент он потеряет максимум энергии из-за силы трения который будет тормозить его и если каждый из этих шаров сдвигаясь по чуть-чуть проходя вот то маленькое расстояние которым является зазор потеряет по чуть-чуть совсем энергия то в конечном счете от вашей силы удара не останется практически ничего сейчас я научу вас ставить пирамиду максимально качественно при помощи треугольника это на самом деле довольно непростая задача и вам предстоит научиться видеть точку первого шара это самое главное вот здесь вот если стол у нас не новый есть как правило небольшое углубление в которой первый шар будет закатываться сам видите он находит удобную для себя точку сам нам нужно будет поставить его именно в эту точку прижать к нему остальные шары и выдвинуть их чуть чуть выше для того чтобы первый шар как бы накатывался на остальную пирамиду то сделал некое движение вниз тогда он будет прислоняться к этим двум шарам если вы поднесете руку и посмотрите вот таким вот образом создав тень вы будете видеть что шары соприкасаются друг с другом идеально обратите внимание на 110 но все-таки самый простой способ хорошо поставить пирамиду это вот такая штучка она называется шаблоном придуманы они достаточно недавно и сделаны они для того чтобы между шарами не оставалось совершенно никаких зазоров при помощи шаблона вы можете всегда поставить пирамиду идеально делается это очень просто ставите верхней точкой на верхнюю и вот здесь по линии если она есть конечно для того чтобы пирамида смотрела идеально средний бриллиант там и просто вкатываете шары один за другим вот таким вот образом сверху чтобы шаблон не мялся я аккуратно накатываю на шаблон шары либо ставлю шары сверху для того чтобы он не подминался то что он довольно мягкий и может деформироваться в конце я немножко прижимаю шарики друг другу просто чтобы убедиться что между ними не осталось щелей и мы получаем довольно идеальную пирамиду давайте проведем эксперимент сделаем три разных разбоя 1 с плохой постановкой пирамиды с при помощи треугольника сделаны хорошая постановка пирамиды при помощи треугольника и при помощи шаблона и так первый классический вариант при помощи треугольника но я ставлю оставляю специально щели и зазоры как это часто бывает бильярдных клубах моей задачей будет нанести одинаковый удар по скорости чтобы эксперимент был чистым мы видим что удар был достаточно сильным но тем не менее здесь осталась группа шаров если у вас менее поставленный удар то групп шаров будет намного больше теперь я постараюсь поставить пирамиду треугольником максимально идеально насколько это возможно проверяю не очень еще раз все зазоров нет смотрим что получается мы видим что шары разлетелись намного лучше и вот здесь вот где у нас обычно остается скопление шаров не осталось то есть мы получаем более-менее разбитую пирамиду ну и третий вариант это вариант с шаблоном ставим его ровно накатываем шарики проверяем постановку поджимая их немножко друг другу смотрим чтобы не было щелей и стараемся сделать такой же по силе удар видите насколько равномерно и одновременно все они разлетелись в разные стороны я бы сказал что этот разбой значительно лучше чем два предыдущих хорошо попасть в пирамиду мало поэтому поговорим о следующем важном моменте это попадание битком идеально в лоб верхнему шару если вы попали в лоб то есть на сто процентов наложили биток на прицельный то передача энергии идет также на сто процентов а если вы попали по резке пытаясь попасть сильно там что-то у вас пошло не так и вы попали по резке то соответственно в процентном соотношении энергии передастся настолько же меньше насколько вы срезали шар сейчас я попаду двумя разными способами первый мне порезки примерно в пол шара и второй идеально в лоб посмотрим разницу между двумя разбоями видимо скопление шаров там второй вариант попадания идеально в лоб видимо насколько равномерно раскатились шары и большая часть шаров перекатилась на эту половину и так для того чтобы проанализировать в чем была ошибка почему например вы сделали не очень хороший разбой вы должны следить за несколькими вещами и первое это естественно постановка пирамиды но также очень важно смотреть каким образом от пирамиды отскакивает биток если он у вас отскочил в бок значит ошибка в том что вы не попали саму пирамиду если же его отскок примерно по той же траектории от пирамида происходит по которой он в нее попал то есть вот таким образом примерно в этом направлении то тогда вы можете с уверенностью сказать что вы попали довольно точно в лоб и если в этом случае шары например разлетелись плохо то проблема явно была с постановкой сейчас я вам покажу как должен отскакивать биток от пирамиды если вы попадаете довольно точно шар отскочил на меня с небольшим смещением налево но это не так много в принципе довольно точно и последнее о чем мы поговорим это сила удара конечно сила удара для разбой имеет принципиальное значение но не пытайтесь сыграть сильнее чем у вас получается то есть грубо говоря если вы начнете двигать корпусом во время удара какие-то дополнительные делать движения то вы потеряете точность на битке а соответственно потеряете точность там и в этом смысла никакого не будет то есть силы больше а попадание намного хуже и пирамид не будет разлетаться поэтому намного важнее просто попасть в пирамиду и хорошо попасть в биток и вот поставить короткий мост и с коротким мостом сделать резкое движение то есть отвести по максимуму насколько позволяет мост и сделать само движение резким не двигайте корпусом для того чтобы попасть именно в ту точку в которой вы целитесь не двигайте корпусом бейте одной рукой когда у вас начнет получаться попадать в центр на сильном резком движении вот отсюда вы можете потихоньку отодвигать мост увеличивая его вот до такой дистанции и когда дистанция станет большой замах тоже станет довольно большим вам уже не нужно будет делать такое резкое движение она будет намного более плавным и естественным и здесь скорость уже будет достигаться не за счет резкости а за счет длины замаха распой станет полноценным но есть маленький нюанс по поводу индивидуальных особенностей играющего например у мужчин более сильные руки и им легче дается резкое движение то есть сокращение бицепса здесь основную работу выполняет бицепс сокращается резко и быстро например когда речь заходит о детях и женщинах им такие вещи даются сложнее поэтому им я рекомендую достигать высокой скорости именно за счет отведения моста то есть сделать более длинный мост конечно будет сложнее попадать в биток но у них нет другого выбора иначе силы удара они нигде не возьмут профессиональные игроки в своем арсенале имеют разбой с подключением корпуса таким образом достигается максимальная скорость удара но начинающим я не рекомендую использовать такой тип удара потому что вы будете терять точность на битке и соответственно там сейчас я вам продемонстрирую как это выглядит как вы видите сила удара большая движение шаров много но результативности особо никакой то есть в данном случае шар не упал именно поэтому я говорю о том что сила удара не является ключевой для хорошего разбоя для хорошего разбоя намного более важно попасть идеально в биток правильно поставить пирамиду и попасть идеально верхний шар и так давайте подведем итог первое о чем мы с вами говорили это постановка пирамиды обращайте внимание при постановке особенно треугольником чтобы у вас не было щелей между первым вторым и третьим рядом это имеет принципиальное значение все должно быть максимально плотно второе это попадание идеально в лоб если вы попадаете битком идеально в лоб неважно с какой точке вы разбиваете если попадаете идеально в лоб идет полная передача энергии в пирамиду если же попали порезки то идет потеря силы и третье это скорость удара если вы и без того бьете достаточно сильно то не обязательно бить супер сильно как вы видели сила имеет не самое решающее значение решающее значение имеет именно точность попадания в хорошо поставленную пирамиду следите за этими вещами и у вас будет классный разбой если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайк пишите ваши комментарии и оставляйте вопросы и конечно же подписывайтесь на мой канал с вами был костя степанов пока